Сегодня у нас 31 июля 2019 год. Утро без 15.09. Вот мы с утра тут с братом Сергеем Пупковым, Сергеем Павловичем, пришли разобрать одну часть забора вот тут, который делали, чтобы коровы сюда не заходили на дамбу. А то ногами их разворошили, рогами, ногами. Куда вот она идет? Водичку увидела, видимо. Вот Сергей Павлович разбирает. Тут будет бульдозер поднимать эту дамбу и расширять ее. Там еще одна корова идет. У них тут целая тропка протоптанная. Они тут уже ходили не раз. А вон стальное стадо пьет. Воды его склонились. Коробочки. Сегодня кто у нас пасет? Степа, что ли? Да, он самый. Вот они коровочки пьют. Это единственный пруд тут в деревне, которым разрешается пить воду им. В остальных прудах у них запрет. Вон утки полетели. Внимается воздух. Вот отсюда он будет бульдозить, гребсти. Вот эту кучу все снимать. Все эти бугры. Мы сейчас разбираем, уносим. Там напротив складываем туда вниз, чтобы было в следующий раз уже удобно загораживать опять заново. Вот сетку оттащили, которая рабица тут была. Сзади тут сделана. Здесь сзади загорожилась от коров. С правой стороны ветлу трогать не будем, а вот с левой стороны надо будет выкопать и пересадить на правую сторону, чтобы зря их не погубить, эти деревицы. Потому что столько трудов тут было положено, чтобы оно выросло все это. Виталий тут помогал, колейников, брат Никита тоже, колесников. То есть братьев потрудились тут. Вот брат Сергей тоже участвовал. Так-то тут красиво пруд получился, да? Дамбочка вот эта вот. Как аллея какая-то. Если бы тут еще с левой стороны побольше деревьев было бы приросших, она бы еще красивее смотрелась. Мало подняли. Мало, но зато эти приросли. Если бы было бы выше, они бы засохли, как на втором мостике. Мы же там садили вдоль от воды тоже с Виталием все. А толку-то? Добрый день. Добрый день, Степа. Что, Сеня, твоя очередь? Пасти? Ну да. Ага. Вот тут старый шифер еще лежит, который мы обугораживали со стороны воды под шифером. Здесь вот нету, а там дальше вот есть вот тут тоже кусочки попадаются. Ну вот они пьют. Друг за другом бегают. Что им еще делать? Вот здесь вот мы. И вот эту часть всю полностью левую надо будет разобрать. И не спустить туда, подальше отнести. Это у нас тут слив. Слив, возможно, придется, может, даже переделывать. А может, так же останется. А где Сережа, а что делают? Разбирают забор. Потому что бульдозер приедет, будет дамбу повышать и расширять ее. Шире делать. Ага. Здесь будет пробовать? Да, да. После обеда даст Бог, если он там закончит на Рыжковском. После обеда здесь начнем. Ну как, коробки-то послушные? Да, но одна есть такая, которая ни в какую. Вон там белая. Только, Степа, у тебя палочка слишком маленькая. Ничего себе маленькая. Да какая она большая-то еще. Вот ты видел, каким посохом я хожу? Ну, для меня это нормально. Она удобно пуляется. Пуляется? Пуляется. Понятно. Она просто у тебя слабоватая, если с быком бороться. Понятно. Тут уж Господь защитник наш. Ну и все, в принципе. Слава Богу за все. Олевое. Мы на Симаковском Костровом пруду уже здесь. Сегодня 1 августа. 2019 года, четверг. Сегодня может закончить работу, закачивать. Солнышко восходит. Сергей нас привозит и увозит на машине. Лог этот наш. Вот отсюда берет. А тут и везде. Вот сколько, видите. Старое. Траншеи, траншеи, траншеи. Когда-то брали трактора тоже отсюда. Вот рядом лежу. А он сравнивает гребни, которые по ним не пройти. И ничего там полметра, метр. Шириной он их скидывает вовнутрь. Опять не хватило. Каждый входит. 21 литра, 13 литров. 13 канистр уже у Игоря Барабаша заняли. Ну, если все благополучно, с той стороны еще он поработает немножко. Раза четыре черпанет и все. Он сразу говорит, ком на хаос. Ну, да. Это у нас слив воды здесь будет. Вот коров это поедет здесь. Вот коров это поедет здесь. Он не пьет, а выдащи будет. Вот они пошли попить. Пьет воды чистой. Маленькие теленыши. Тоже пьет воду. Быки-производители. Стадо в два раза примерно уменьшилось. Держит-то всего тут три человека. Игорь Барабашев по той стороне. Устинов Андрей. И здесь он еще и Евгений. Много держал глушков. Тоже не стал держать. Ну, трудно догасавливать, кажется. Вот так все загородили. С этой стороны тоже мы землю под грудью. Мы ее выбрали, тупишков подняли. Ну, хорошо там. Да. Ну, хорошо там. Грудь. 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 Продолжение следует... 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 Добавляют зилу. На филе Севатовская вода называется кастрол. Я сейчас покажу сколько она выглядела. И вот, километра полтора, пятьдесят семь хустов тревелось. Вот откуда будет такая сезерная. Теперь у нас ввязает в бывших траншеях. Тоже подвесера работали, но помешали размеры. Алексей. Пошли. Это и овешка, которая показывается. Вот там, видать, Никита идет. А это вот по центру установлено. Все одно и близко. Отец, кто попадет в обед, овечек пас и оставался. У меня был соколов прирученник. Он тут гонял щибиси. Кто-то не был вроде. Камыши. Это вот столбы, поршины. На стенах пасишь, кажется. Вот тут он еще покажет. На остановке только посмотрите. Вот тут и стрибоза легкая. Ты вот глядаешься на все. Красотища. Другое место. Пастух. А городского-то пошли пастуха. Они же еще не знают, как завернуть. А еще, о-о-о, колхозий. Это кармельский наш. А длиннее Самоковском пруду. А там дальше, вернее, стага гонит. Дешево, не надо было. Хорошо, Боже, здесь работает. Вот такое мясо. Хочет сверху разгладить её. Опасно. Говорю, не езди. Нет, сделай. Там опрокинется машина. Я знаю, как, чтобы не опрокинуть. Всё равно будет. Добавляю. Вот так. Вот я сейчас чистить буду. По-моему, на 2... Камагорик и чистить. А я сейчас всё больше исполняю сюда. Там и так уже 3,5 метра в воды. Отдельно выбраны окопы. Мы приезжали военные и играли. А тут вот как поперек. Выходит капалик. И сюда выходили. Прямо поперек нашего. Это вечером сегодня. 1 августа 2019 года. Добрый пастух гонял далеко. На зеленой траве. Вот так вот пастух. И до 2 октября. Упера. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...